Человеку необходимо состояние влюблённости Далеко не все люди стремятся к славе и публичности. Некоторые актёры, чей творческий путь начался в раннем детстве, повзрослев, кардинально сменили сферу деятельности. Так поступил и Валерий Зубарев, в буквальном смысле выросший на съёмочной площадке. Валерий Зубарев родился в Москве в 1952 году. Становиться актёром мальчик не собирался, хотя окружающие замечали в нём артистические задатки. Своим появлением на экране он обязан родителям, желавшим сыну блестящего будущего. В шестилетнем возрасте мама привела Валеру на первые пробы. Так, однажды переступив порог киностудии имени Горького, ребёнок погрузился в сложный и интересный мир кино, пребывание в котором растянулось на 14 лет. Кинематографическим дебютом Зубарева стала военная драма Юрия Победоносцева «Спасённое поколение». Начинающий артист исполнил роль малыша Сергея, вывезенного в тыл из осаждённого Ленинграда. «Папа, я не хочу выезжать, я не хочу!» «Ну нельзя же, Сергунь, нельзя же, родной, ну такое дело, надо тебе идти, ну держись, не горюй, не горюй, а? Одолеем его, куплю я тебе машину и велосипед!» «Двухколёсный!» «Двухколёсный, а как же двухколёсный, тынь большой!» «Со звоночком!» «Со звоночком, со звоночком, ну иди!» Перед видеокамерами мальчик не терялся и с точностью выполнял все режиссёрские пожелания, удивляя старших своим профессионализмом. Следующего предложения о съёмках пришлось ждать 4 года. В картине «Тайна», повествующей о приключениях пионеров во время летнего турпохода, Валерий получил одну из главных ролей. Его персонажем стал Пашка Петров по прозвищу Спартак. Всеобщая известность пришла к Зубареву после участия в мелодраме «Девочка и эхо» в фильме о первой дружбе и первом предательстве. «Оделась бы, что ли?» «А зачем? Так загорать лучше!» «А тебе не стыдно?» «Дедушка не велит мне в трусиках купаться. Так и простудишься!» «Сегодня набрал» «Ага» «Маловато» «Попробуй сама» «И не подумаю» «Очень надо целый день ползать по мокрому песку, обдирать колени из-за каких-то дурацких камней» «Ты что? Они же драгоценные» «Тоже мне драгоценны» Зрители запомнили его в образе мальчика Ромы, который малодушно струсил и запоздал и раскаялся о своем некрасивом поступке. В 1966 году Валерий снялся в лирической киноповести режиссера Виктора Турова «Я родом из детства». Среди коллег юного артиста были Нина Ургант и Владимир Высоцкий «Ненавидеть народ. Народ, который дал миру Бетховна, великих классиков мировой литературы Шиллера, Гейта, Гайна и Гитлера» «Да, но немецкий народ нам дорог» «Не знаю, чем он нам так особенно дорог» «Вы во время войны где были?» «Я? Я в Куйбшеве, а что?» «А я здесь» В экранизации произведения «Радио Погодино» «Дубравка», мгновенно ставшей классикой советского детско-юношеского кино, юный артист снялся в эпизодической роли Юры. Юрка, ты где? Товарищки, опуститесь на землю. Кульминация актерской карьеры Валерия признана работа в фильме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» «Ты, Генночка, маленький. Я такой в седьмом классе была, как ты сейчас» «Хочешь правду?» «Ну» «Умом я знаю, что ты человек так себе. Не луч свет в темном царстве» «Скажите, пожалуйста» «Я это знаю, только стараюсь это не учитывать» «Что, что?» «Не поймешь ты, к сожалению» В картине его героем стал застенчивый, нелюдимый Генка Шестопал, безответно влюбленный в героиню Ольги Остроумовой, красавицу Риту. Повзрослев, Зубарев еще некоторое время продолжал сниматься. Помимо нескольких эпизодов, в начале 70-х ему удалось получить пару главных ролей в военно-патриотических лентах «Нина» и «Спасенное имя». В первом он сыграл Валентина, брата отважной партизанки Нины Сосновой. «Значит так, каждый день будешь являться к нам и учить мою Лизочку музыке. Пианино я уже достал» «Пианино Розы Шейман» «Было Розы, теперь оно и ни к чему» «А моя Лизочка должна играть, понял» «Понял» «Ну вот сегодня и начнем» «Подонок» Во второй картине его персонаж Григорий, внук погибшего подпольщика, горящее желание вернуть деду его доброе имя. «Тьфу, Леший, напугал» «А еще в партизанах ходили» «Что ты, Гришка? В каких партизанах? Я тогда девчонкой была» «Они у нас только прятались» «Вам ваша знакомая ничего не говорила? Может, она про деда правду знает» «Нет, не говорила. А ты спроси у нее сам» «Зачем взял, а? Не шмас так чужие вещи хватать» «Ну, моя, я...» «Верни шкатулку» «Какую шкатулку?» «Ладно, не валяй дуракам, мне Ника все рассказала» «Ну, я беда» «Где шкатулка?» «У длинки» «А, смотри у меня» «Тогда в неделю собирать будут» В общей сложности на счету Валерия Зубарева насчитывается около 20 работ в кино Также в период съемок он чуть менее 10 раз пробовал силы в озвучивании зарубежных фильмов После окончания школы юноша серьезно задумался о выборе профессии Его родители настаивали на продолжение актерской деятельности Однако парень отлично понимал, что без соответствующего диплома его век на экране будет коротким Валерий подал документы во ВГИК, но в институт его не приняли Шаблонная формулировка о причине отказа в поступлении гласила, что битуриент с богатым опытом съемок в получении дополнительных знаний не нуждается После этой неудачной попытки Зубарев не стал испытывать судьбу и самостоятельно принял решение о дальнейшем образовании, став студентом торгового техникума Получив профессию, Валерий Александрович принялся трудиться в сфере предпринимательства Свой новый путь он начал обычным продавцом И постепенно, поднимаясь по служебной лестнице, вырос до должности директора магазина Сегодня Валерий Зубарев занимается развитием собственной транспортной компании, которая специализируется на автомобильных грузовых перевозках О личной жизни мужчины предпочитают не распространяться и от предложений сняться в кино наотрез отказывается Возможно, причина подобной замкнутости кроется в особенности характера А может быть, Валерий Александрович сознательно не желает ворошить прошлое, понимая, что в эту реку ему повторно войти не удастся Ну ладно, надо идти А то сейчас кто-нибудь притащится, раскричится А в школе нет никого А так не бывает Даже ночью кто-то есть А ты представь, что кроме нас никого нет Ты только, пожалуйста, не надейся, что я растаял от твоих стихов А я и не надеюсь Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Впереди много интересного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!